Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. По ее словам, сейчас покупателей на городское имущество мало. Из 70 лотов на 300 с лишним миллионов за полгода продали 16 на 20 миллионов рублей. Усиление программы приватизации именно другим видом имущества, который востребован, возможно, будет среди другого потенциального покупателя. Это немалый бизнес, который смотрит сегодня на подвальные цокольные этажи и пытается закрепить свой бизнес. Поиск потенциального инвестора объясняется и таким подходом программы приватизации. Депутаты одобрили приватизацию городских предприятий. Первые уже в этом году хотят продать гостиницу. За нее город рассчитывает получить 40 миллионов рублей. Правда, цифра не окончательная. Стоимость, по которой губернскую выставят на торги, рассчитает независимый оценщик. Три мупа закончили год с убытками. Прибыль получили 12 городских предприятий из 15. Общая сумма дохода чуть больше 150 миллионов рублей. Рост за год 8,5 миллионов. Три предприятия потерпели убытки. В целом на 7 миллионов рублей. Водоканал не получил вовремя из бюджета региона субсидий на возмещение недополученных доходов от коммунальных услуг. Показатели гостиницы губернской упали из-за растущей конкуренции. Латунские бани оказались в минусе из-за того, что вынуждены были финансировать ремонт бань в переулке Крайнем после прошлогоднего паводка. Экономика на 101 фм. К другим новостям. Зарплаты за год выросли на 5%. Кировстат опубликовал данные за первые 5 месяцев этого года. Средняя зарплата в регионе составила 23 700 рублей. Самыми высокооплачиваемыми оказались финансовая и страховая деятельность. Там средняя зарплата почти 42 тысячи на 75% выше среднеобластной. Самые низкие традиционно в гостиницах и на предприятиях общепита 15,5 тысяч рублей ниже среднеобластной на 35%. Экономика. Айфк-система продолжит строить завод в Кировской области, несмотря на дефолт. Инвестор заявил о техническом дефолте по кредитным обязательствам на 4 миллиарда рублей. На Ветском фанерном комбинате, где в августе Айфк планирует запустить новое производство, заявляют, что работают в обычном режиме и получили заверение, что на работе предприятия сложившаяся ситуация никак не отразится. Дочка Айфк-система Сегежа Группа вкладывает 5 миллиардов рублей в строительство нового фанерного завода в Кирове. Программа «Экономика». В правительстве назвали приоритеты по подготовке кадров. Это биотехнологии, химия, машиностроение, фармацевтика, сельское хозяйство и медицина. По словам исполняющего обязанности министра образования Михаила Исупова, сейчас кадры система готовит вслепую, не понимая реальных потребностей экономики. А молодежь, не найдя себе применение в регионе, уезжает и не возвращается. Для решения проблемы власти начали формировать программу областного заказа на кадры. Экономика. Напоследок, коротко, несколько цифр. В 330 миллионов рублей оценивается объем продукции, выпущенной подразделениями службы исполнения наказаний с привлечением осужденных к труду. Полтора миллиарда рублей в качестве бюджетного кредита получит в ближайшее время Кировская область. 20 миллионов рублей перечислила компания «Ты плюс» хоккейной команде «Родина», став ее спонсором. И о валютах. Доллар сегодня 59,41, евро стоит 69 рублей 64 копейки. Ольга Балезинан, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM.